Национальные элиты сейчас находятся на таком уровне, что им очень трудно конкурировать с наднациональными. Пожалуй, единственная национальная элита, у которой есть некая сделочная позиция, по крайней мере, на ближайшие 10 лет, не для конкуренции, а для заявления своей позиции наднациональным элитом, это Китай. Вот они это могут себе позволить. Что же касается, когда мы говорим наднациональной элиты, ведь практически элита каждой страны рассечена на наднациональную часть и национальную. И наднациональная это верх, а национальная это рангом пониже. Вообще, если мы посмотрим, как формировалась исходно западная элита, она формировалась на наднациональном, общесевероатлантическом уровне с 16 века. И вот это очень интересный момент, как возникла западная элита, потому что теоретики систем, теории систем знают, что генезис системы определяет ее функционирование. Да, вы ее назвали вот небывалой вещью в одном из них. Да, небывалая вещь, потому что она исходно формировалась как наднациональная, чего раньше никогда не было. Как наднациональная через систему закрытых обществ. Закрытые общества были, жильческие корпорации были раньше, а здесь это была наднациональная политика экономическая и интеллектуальная элита. Начала она формироваться в 16 веке и здесь сборка происходила в Англии.